Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Кавликов. Я генеральный директор маркетинга группы Комплета в электронном маркетинге уже с 99-го года. Успел побывать на позиции наемного сотрудника, интернет-маркетолога, работал в агентстве, работал на стороне заказчика, работал фрилансером, консультантом. Уже последние 6 лет собственный бизнес в своем маркетинге агентства. За это время поработали с различными брендами, в основном, наверное, отечественными, но, как видите, иностранные тоже с нами, мы с ними имели честь поработать. Сегодня я хочу рассказать о свежайшем кейсе прямо этого года, который подошел к концу буквально меньше месяца назад. Настолько же свежий кейс, настолько свежий и качественный хлеб делает этот клиент, о котором мы поговорим. А компания Боскайл, наверное, те, кто заморочен на здоровом образе жизни, на здоровом питании, знакомы с этой продукцией. Это серия здорового хлеба, так называемого, бездрожжевой, дрожжевой, порядка там, по-моему, 25-30 именований сортов в крупнейших торговых сетях. Такие, как Перекресток, Седьмой Континент и так далее, они торгуют. Компания решила выходить в социальные сети, как, в принципе, многие бренды в последнее время крупные, некрупные об этом думают и планируют. Но стратегический ум собственника бизнеса и наших маркетологов подвел все дело к тому, что нет смысла сразу же врываться в социальные сети, не прозондировав почву, не поняв, кто же все-таки наша целевая аудитория, получить какие-то метрики, пол, возраст, достаток, какие существуют возражения, какие уже есть стереотипы по этой торговой марке. Компании существует порядка 18 лет. Поэтому мы хотели, в первую очередь, понять, кто же наша целевая аудитория. Побочные, конечно же, вторичные цели существовали, как и всегда, у нас там как увеличение продаж, реклама новой продуктовой линейки, факторы веса так называемые. Ну и стандартные, да, повышение узнаваемости и так далее. Выбрали для тестовой площадки портал Диета Онлайн, портал 2007 года, проект обновлен из моих компаньонов, партнеров с месячной аудиторией, миллион уникальных посетителей, плюс-минус, да, в зависимости от сезона. Весной, как мы знаем, люди активнее ходеют и думают, что можно это сделать вот за пару месяцев. Ну вот, сервис, где люди отмечают свои спортивные нагрузки, свои питания, что они кушают и так далее, и так далее. Уникальность в том, что этой площадке все пользователи, которые зарегистрировали, большинство. Мы как раз таки знаем возраст и пол, что люди кушают, они кушают, свои ежедневники, да, для себя, какие продукты питания и прочее-прочее. Была проведена акция «Создай свой хлеб, хлеб своей мечты». Разработан специальный раздел на сайте, который состоял, собственно говоря, из-за самой акции, о которой Михаиленко, мы чуть дальше поговорим. Различных статей, обзоров по этой тематике и непосредственно сама акция. Смотивировали пользователей на самом сайте к участию в ней баннерами, почтовой рассылкой. В подписке порядка 300 тысяч человек, чуть больше. Ну и, соответственно, с детской знаком, поэтому портал ушел вот этот рекламный, призывающий людей принять участие в этой акции. Люди, заходя на страничку, выбирали, какой же они хотят сделать хлеб. Надо сразу сказать, аудитория этого портала, люди в здоровом образе жизни очень подкованные, подкованные. Не то, что некоторые, это я про себя. Они знают, что правильно и что неправильно, и, в принципе, чего бы им хотелось получить. Очень много людей там сами готовят себе хлеб, различные блюда и прочие продукты питания. Люди выбирали основу, из чего они будут делать хлеб. Цельнозерновая какая-то там, я не знаю, там еще различных семян, дрожжевой хлеб и прочий. Основа дрожжевая, а не бездрожжевая. Есть свои плюсы, есть свои минусы у каждого. Кто этим занимается, прекрасно понимает, да, чем плохи дрожжи, чем они хороши, чем хороша закваска. Ингредиенты. Бренд нашего клиента отличается от своих конкурентов тем, что они производят действительно тот хлеб, который по своему составу, по своим компонентам действительно уникальный продукт в России. То есть существует таких хлеба, там, как пять овощей, куча смесей различных специй, да, то есть это не просто хлеб, которому мы привыкли, да, обычно покупать. И люди сами экспериментировали, добавляли ингредиенты, которые они хотели бы получить. Специи, различные семечки, различные овощи. Также были и фрукты. Так, печально. Зато слайд еще один добавить. Да, в конце создания всего этого хлеба люди отвечали на несколько вопросов голосования, которые как раз-таки были важны бренду. То есть, знаете ли вы наш бренд, не знаете, покупали ли вы продукцию, нравятся какие-то отрицательные отзывы. Также вот в тех статьях, о которых мы говорили, с праздником у нас шли тоже эти опросы для людей. Акция проводилась с 10 января этого года по 15 февраля этого года. Было создано порядка 380 рецептов, и люди добровольно все это делали, лайкали, распространяли в социальных сетях. На выходе за, собственно говоря, месяц, так, результатом чуть дальше, наверное. Еще какая интересная фишка была сделана. Люди, которые угадывали рецепты, да, так скажем, в кавычках, максимально схожи к рецептам уже существующих хлебов, хлебцов, хлебов, имели возможность там со скидкой 10% купить хлеб в интернет-магазине, и выжили, предлагали посмотреть карту, где они могут поблизости, вот для себя это все дело приобрести. Придите вопрос о геозависимости, нет, ее здесь не делали, то есть бюджет был ограничен, мы вошли с простой картой на Яндексе. Получили кучу отзывов, порядка тысячи, наверное, отзывов по продукту, по этим созданным хлебам. Получили разные-разные рекомендации от людей, что сделать с упаковкой хлеба, что сделать с рецептами, с методикой приготовления. Смотрите, друзья, всего за месяц с брендом компании, в коммуникацию с брендом вступило более 15 тысяч посетителей. В почтовой рассылке с аудиторией более 300 тысяч человек еженедельное освещение, то есть 4 раза выходила рассылка, люди все это дело читали. Опять же, по статистике, скажу точно, прости не сказать, не могу, потому что почтовый клиент, который рассылался, это через сам портал, то есть это не млчин был никакой, поэтому сказать конкретику, сколько денег прочитал, к сожалению, не предоставляется возможным. Сознано было более 300 рецептов, из которых 70 попали в финальную программу и люди, соответственно, которые сделали самые интересные, получили призы на месяц, на полмесяца, на неделю бесплатную доставку тому себе нескольких мешков хлеба. Действительно вкусного. Лайков было не так много в социальных сетях, но при том бюджете и за месяц тысяча с лишним лайков разошлась. То есть вирусный эффект мы не измеряли, как это дальше разошлось по социальным сетям, только на самом сайте. Самое главное, важное, что мы сделали, мы проверяли просто порядка 380 человек, которые сотали рецепты и остальную целевую аудиторию, которая в самих статьях отвечала на наши вопросы. То есть мы составили портрет этой целевой аудитории. Вот эти люди, кто, собственно говоря, они по своему кошек, ну, сколько денег ежемесячно зарабатывают, сколько готовы тратить, где они находятся, какие их интересы, каким видом спорта они больше занимаются. Прекрасно все понимают, что в новом питании очень круто можно поработать совместно с фитнес-центром и так далее. Узнать, насколько целевая аудитория знает вообще о клиенте, об этом бренде, что она в принципе знает, что она знает о новой линейке этого хлеба, насколько удобен вообще процесс заказа этого хлеба на интернет-магазине клиента. Интернет-магазин был сделан очень быстро и не нами, поэтому нужно было подтверждение того, что надо его немного модифицировать. И, соответственно, была разработана стратегия уже для дальнейшего присутствия компаний в социальных сетях. К чему, собственно говоря, все это дело велось? Можно было спокойно взять нам Facebook, ВКонтакт, Одноклассники, отфильтровать, как мы предполагаем, какую-то целевую аудиторию и запустить какой-то клиентский бюджет на эту рекламу. И несколько месяцев мы бы так вот играли с бюджетами, пытались понять, наш клиент – это наш. На данный момент мы имеем четкий портрет тех людей, той цели в аудитории, кому это интересно. И есть возможность настроить таргетинги максимально узко на необходимых нам площадках, на необходимую нам аудиторию. Ну и помимо этого получили очень-очень много различной таргетинговой информации для нашего клиента, которую в офлайне было бы, в принципе, нереально получить. Представьте себе, да, ставить людей, ну не во всех 250, конечно, в магазинах, и опрашивать при покупке, кто покупает слеп. Причем вы берете, что вам нравится, что не нравится. Но это нелепо, это совершенно другие бюджеты. Давайте отвечу на ваши вопросы с удовольствием, с огромным. Андрей, спасибо, если у вас можно. Можете очертить рамки бюджета, который, поскольку обошлась эта компания, плюс-минус заказчику? В интервале, там, от 8 до 15, условно, что у них нет. Да-да, в интервале от 8 до 15, условно, единиц тысяч. И второй вопрос, на продажи как повлияло? Была какая-то фидбэк компания? Да, была небольшая, скажем, отдача, но цель была этой акции не продажи. То есть, да, люди заказывали, покупали через, знаете, вот купон, через сам интернет-магазин, но продукт такой, который все равно люди хотят как-то пойти в живую, вы посмотрите и увидите. То есть, у вас получилось примерно 10 долларов за один контакт с брендом вашим, то есть, который вы выбегаете? Нет, 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 контактов было больше, потому что, я говорю еще раз, там... 15 тысяч, 15 тысяч. Рассылка, рассылка у нас была, 15 тысяч – это те люди, которые по нашим метрикам разработаны при посещении, там, более трех страниц, при нахождении определенных, там, двух-трех минут на страницах конкурса, да? Те люди, которые вообще захотели и уходили, и гораздо больше. И те люди, которые были в почтовой рассылке, как я уже сказал, мы не смогли измерить эффективность взаимодействия с брендом, потому что почтовый клиент, через который рассылали почтовые скрытики информации, не дали к сожалению. Просто аналитика Google. Что, что? Аналитика Google просто. Нет, мы видели переход из почтовых рассылок, я говорю, мы это отслеживали, само собой. Но то, слибо действия, которое происходило в рассылке, да, то есть там людям также предлагалось, да, где это можно приобрести, что это за продукция. И, соответственно, мы, к сожалению, этого не могли увидеть. Вот он mail-chip, а то, я думаю, было бы везде его. Здравствуйте, тоже Андриза. Скажите, взаимодействие с этим порталом «Диета онлайн» как происходило, на каких финансовых обязательствах? Ну, смотрите, как бы, да, то есть, как я уже сказал, это проект одного из моих партнеров. А если брать это более общее, как бы, такого раз нет такого партнера? Да, как более общее, обычно под такие спецпроекты отдельно нещатся площадки. То есть, находятся в целевой аудитории, там, порядка трех-пяти каких-то сервисов, которые существуют. Но в формате здорового питания не просить, там, всего по пальцам перечитать одной руке. Идут договоренности. То есть, предлагаются механики, которые планируются размещаться на сайте, да, и уже получается бюджет. То есть, далеко не все порталы по нашему опыту идут на такие вещи, как разработать каких-то дополнительных внутренних модулей. То есть, они не хотят свою архитектуру по муску есть. Сейчас данный, сколько бы стоило, если бы это было неважно? Я вот уже озвучил, да, примерно 8-15 тысяч долларов. Нет, я не имею в виду именно... То есть, собственно, все затраты вошли только на вот разработку именно данного модуля на сайте Диет онлайн? Ну, тут не только модуль, тут и сами исследования, тут и аналитика, тут и взаимодействие с аудиторией, которая общалась, задавала вопросы, и, соответственно, с ней нужно было тоже разговаривать. Вот. Если, скажем, вращаться напрямую к таким проектам, ну, по-нашему, то... Если просто контентный проект, какой-то баннер, статьи, то это можно обойтись на бюджет в 5 тысяч долларов, наверное, смело, да, за месяц. Но это зависит от крутости, от размера проекта. Там от 5 тысяч долларов, там до 5 тысяч, царе и выше, наверное. Да, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что все эти исследования лягут в основу дальнейшего присутствия в соцсетях? Конечно, конечно. А какие соцсети? Это секрет. Да, то есть я хотел... Я уже там уставил загадку вчера презентацию с результатами, но потом вспомнил, что в договоре написано, что мы не имеем права этих делиться и... То есть потом вы нам покажете кейс? Да, да, конечно. Но, знаете, основная фишка не в том, что мы придумали там 380 лебов каких-то, что-то еще. Основная фишка в том, что мы узнали, кто эти люди, чего они хотят, какие у них существуют возражения и стереотипы. То есть мы явно выделили группу людей, которые негативно были настроены и говорили, что вот это бред, это плохо, это ненормально. Вот здесь у вас плохой логотип, здесь у вас плохая обложка, да. То есть это возможность поговорить со своей целевой аудиторией напрямую, пока еще не выходя в соцсети, где это все может просто на полной негатив разойтись. Да, то есть это подготовка. Андрей, здравствуйте, еще вопрос. Можно взять? Да, конечно. А вы уверены в том, что та целевая аудитория, которая была на Data Online, у вас будет присутствовать в социальных медиа. Это та целевая аудитория, которую мы хотим там найти, я так скажу. То есть это те люди, которые заботятся о своем здоровом образе жизни. На основании чего было принято решение, что целевая аудитория вот этой сети Белькаринс концентрирована именно на этом сайте? И второй вопрос по поводу репрезентативности. Так, принято было на основании того, что это те люди, которые ежедневно ведут свои календарь, что они кушают, спорт, которым они занимаются. То есть те люди, которые заинтересованы здоровой продукцией. То есть у них идет обсуждение различных блюд, различных питаний. То есть это такая вот, скажем, социальная сеть, если можно было сказать, разработанная в 2007 году. То есть вы сделали допущение, что клиентура этой сети Белькаринс принимает решение о покупке именно с точки зрения здорового образа жизни, что других покупателей не существует? Да, это опять же исследованные клиенты, которые были первичны, и совместно с ним тоже принималось об этом решение. То есть если говорить о процессе старта этого проекта, то обратились к нам для того, чтобы мы провели нечто подобное то, что мы сделали в итоге, плюс сразу же социальные сети. Мы сказали, что сразу давайте мы не будем тратить ваши бюджеты на социальные сети. Давайте мы сначала проверим, а потом будем эти наливаться. То есть цель была такой лайф-рекорд к социальным сетям? Да, 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 понимаете, но за те бюджеты, которые на это потрачены, то срок будет отличная возможность не вкладывать огромные бюджеты на прямой рекламной социальной сети. Хорошо, вопросов нет, если будет еще много вопросов, по ходу дела, появляться, можно будет в конце это создать. Давайте переходим к следующему. Да, друзья, огромное спасибо за вопрос.